Привет! Хочу представить вам свою работу под названием «Тайная комната». Почему тайная? Потому что у каждого из нас она есть, у каждого своя. Кто-то знает о ней, а кто-то забыл настолько, что уже не помнит, как спрятал в нее частичку себя. У меня на этот счет есть целая теория. Дети изначально живут чувствами, поэтому видят мир огромным, красивым и многомерным. Когда мы вырастаем, мы начинаем мыслить логически, оперировать словами, а не чувствами. Так проще, легче и быстрее. Именно поэтому больше не делают такого вкусного мороженого, как в детстве. А солнце уже не такое яркое, а небо не такое бездонное, и трава не настолько зеленая. Переживая остро какие-то моменты, мы все больше закрываемся от повторений неприятных ощущений, надеваем броню, чтобы не чувствовать боль так острой, и окончательно теряем свое детское восприятие мира. И вот мы перестали чувствовать боль, но удовольствия от жизни стало меньше. Мы, такие сильные, смелые, взрослые, с маниакальным упорством пытаемся почувствовать себя счастливыми. В каждом поздравлении желаем друг другу счастья. Но где же оно? Почему так мало? Задумывались? Жизнь проносится мимо на бешеной скорости, а мы верим, что все еще впереди. Еще чуть-чуть и все получится. Проблема в том, что само собой уже не получится. Что делать? Полагаю, заглянуть в свою тайную комнату, но будьте готовы. Когда вы ее приоткроете, ее содержимое может выбраться наружу и разрушить все ваши конструкции. И дальше придется собирать себя вновь. А нужно мне это. Каждый сам принимает такое решение. Вот такой смысл я заложила в свою картину «Тайная комната». Холст, акрил и моя философия.